Могилевский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья значно поширает макшимости. На его базе открытый сучасный лабораторный корпус по доследованию харчовых продуктов. Спроектованный по международных стандартах, он дозволит могилевским гигиенистам трывало стоять у шерогу лидеров Беларуси в своей галине. Новая лаборатория заняла целый корпус на четырех поверхах. Просторы для деяности, тут и комфортные умовы для десятков специалистов и самое сучасное обсталевание. До приклада, этот прибор по названию хроматасам обсталевание третьего поколения. Он позволит больше докладно доследовать антибиотики и ветеринарные препараты. Тема вельми актуальна. Коли аргументованное изнятие претензий краин-партнеров по якости – залог поспяховой працы экономики целого региона. Раньше мы могли микробиологическим методом классически выявлять антибиотикам, методом ИФА, иммунофлюоресцентного анализа, который тоже недостаточно достоверно показывал, есть антибиотик в молочной продукции или в мясной, или его нету. На сегодняшний день это у нас возможно, и мы можем это делать с полной достоверностью, результативностью и конфиденциальностью. Важней за харчовую беспеку, бадай, ничего нема. Тому корпус егенисты чекали с нетерпливостью. Будовниство вялось с 2013 года. Финансовое, оно забеспечено областным бюджетом. На чыне выглядит высокодокладных приборов на бытё Министерства Ахова Здоровья. Работники, будовники и гости усе разом ознайомлися с новым корпусом. Строительство и ввод в эксплуатацию лабораторного корпуса действительно значимое событие. И не только для Могилёвской области, в целом для страны. Потому что в Могилёвской области достаточно много высоко развитых предприятий, пищевых предприятий, экспортоориентированных. И продукция, конечно же, которая идёт и на внутренний рынок, и на экспорт, должна быть самого высокого качества и, конечно же, безопасна. До этого, Могилёвские специалисты, что год проводили каля 30 тысяч доследований. С уводом лаборатории их колькасть повеличится у двоя, поширится и спектр покажчика, которые сегодня контролируются санитарной службой в области. До речи у лаборатории уже наметили и ближайшие планы. Набудут два прибора, которые устанут абсолютно все микроэлементы – у тымлику и соли тяжких металлов. До приклада, один из них – Кадмий, а пошним часом нередко сустракается у импортных халве и казинаках со слонечнику. Снежана Крыжевич, Алися Рыбалка, Василь Фатальев, Новины региона.